Шить балаклавы для бойцов не о таком мечтали студенты Алтайской Академии Гостеприимства, когда поступали на специальности, связанные с швейным производством. Но они стали волонтерами и шьют то, что сейчас необходимо армии. Балаклавы как швейные изделия не относятся к учебной программе. Алтайское Академие Гостеприимства участвует в проекте помощи СО. Мы для страны делаем это, понимаем все ответственность. Этой осенью начнут выпуск дождевиков, модель которых доработала барнаульская швея Таисия Самойленко. Мастер-класс для студентов она провела по просьбе депутата Госдумы Александра Прокопьева. Первое изделие, которое Таисия Николаевна шила, шила для своего брата, героя России. И, собственно говоря, под его руководством, в том числе, для того, чтобы сделать этот дождевик более удобным, приемлемым, адаптированным к боевым условиям. У него была мечта стать военным, он им стал, говорится, но, коли как бы стал, нужно всячески помогать и поддерживать. Таисия рассказала студентам, как изменялся дождевик в процессе доработки. Для будущих швей это важный урок. Даже в серийном производстве есть место креативу, если работаешь осмысленно. На капюшоне такой козырек, ну это я сама уже доработала, так чисто липучку, говорится, настрочила, чтобы этот козырек в случае можно было пристегнуть. Таисия выбрала ткань поплотнее. На одном краю дождевика стала использовать липучки, на другом – тесьмо. Внесла еще несколько важных изменений. Так, например, она стала использовать специальную ленту для проклейки швов, чтобы они не пропускали воду. Эту ленту трудно найти в продаже, и швея обещала волонтерам поделиться своими запасами. А тканью и фурнитурой для дождевиков обеспечил депутат Госдумы Александр Прокопьев. Дождевики, сшитые волонтерами Академии с учетом предложений бойцов, передадут в зону проведения специальной операции с гуманитарным грузом. Елена Макаренко, Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.